Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович и мой сегодняшний собеседник, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины с запасом Олег Жданов. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия мобилизовала полмиллиона солдат и готовится пойти в наступление с двух вероятных направлений. Это может быть Донбасс, а может быть и юг. С учетом их склонности, говорит Резников, к определенным символам, они попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля. Что, на ваш взгляд, Путин может попробовать накануне 24 числа? Я бы по-другому сформулировал. Накануне 24 числа Путин может, до 24 числа Путин может попробовать усилий, попробовать нарастить на наступательные действия на одном, ну максимум двух направлениях. Это может быть Донецкое направление и Запорожское направление. Вот два направления. Причем Запорожье может служить просто отвлекающим ударом, как бы второстепенный удар, для того, чтобы растянуть силы обороны Украины на два направления. Чтобы мы не могли иметь возможности маневра резервов. А так, я думаю, что к 24 февраля Путин будет стараться получить какую-то военную победу в плане захвата территории, особенно Донецкой области, так как он и обещал. Кстати, у него, надо отметить, что на 23 февраля назначено обращение к нации. Обращение к национальному собранию, предварительно 22 февраля он должен выступить. Ну да, к федеральному собранию, да. Но я слышал 23, ну неважно, плюс-минус один день. А вот на 24 февраля якобы есть информация, что Россия созывается в Совет Безопасности ООН по вопросу Украины. Так что я думаю, что до 24 февраля он может себе поставить цель максимального захвата Донецкой и Луганской области. Так как он обещал своему электорату. И 24 февраля потребовать от ООН прекращение огня и начало переговорного процесса. Для того, чтобы взять паузу в плане подготовки войск на следующий этап войны. Но мы же помним, как он предлагал накануне Нового года вот это так называемое рождественское перемирие. Нет, так наоборот, инициатива была от нас. Да, они сначала высказались, но потом они отказались от этого. И я думаю, что они не пойдут на прекращение огня, они не пойдут до тех пор, пока они не выполнят политические задачи. Понимаете, Путину сейчас, Путину не с чем идти на переговорный процесс. Не с чем. Столбить ту территорию, которую он сейчас удерживает. Ну, когда ты, допустим, в шаге от своих политических обещаний. Я имею ввиду захват Донецкой и Луганской в административных границах. То останавливаться нельзя. И я думаю, что именно это они постараются сделать. Но если уже не выгорит к 2024, мы удержим наши рубежи, наши позиции, то тогда просто, тогда либо это может не состояться, либо будет просто Путин, понимая, что сил и средств на сегодняшний день выполнить задачи не хватает, тогда он действительно тоже будет требовать, ему выгодно начать переговорный процесс, потому что временное прекращение огня и переговорный процесс для того, чтобы тянуть нас в эти переговоры, а самому готовить войско. У него, кстати, на подходе где-то порядка 250 тысяч военнослужащих. Это имеется ввиду призыв весенний и призыв осенний. Вот они по 120-130 тысяч набрали весной. Весенний призыв, кстати, не отпустили домой. И осенний тоже не отпустили. И поэтому сейчас одни прослужили уже 9 месяцев, а вторые прослужили уже сколько, где-то 3 месяца. Еще через 2 месяца они будут считаться подготовленными солдатами. И вот я думаю, что этих срочников... А в общем-то 326 тысяч воюют на территории Украины. Нет, так это воюют регулярные войска с мобилизованными. А я говорю про срочников, которых вот набирали вооруженные силы России. Они же призыв сейчас объявят весенний опять же по плану, а отпускать дембелей не будут. Вот за счет чего. Два призыва у них сейчас сидит в частях, которых один не отпустили домой осенью, а второй призыв, который осенью призывался, они будут уже к весне готовыми. Ну считается подготовленный солдат через полгода. И вот этим, я думаю, что будет Путин манипулировать. И на летнюю кампанию он будет готовить до полумиллионной, получается, войско. Сейчас 320 тысяч на нашей территории, плюс 250 и сколько там еще возьмут военкоматы на территории Российской Федерации. Вот примерно арифметика, на которую опирается Путин. Но чтобы это сформировать и вооружить, тяжелым вооружением посадить на броню, ему нужен перерыв. А этот перерыв можно добиться только втянувшись в переговорный процесс. Олег Владимирович, да, действительно, сейчас очень много разговоров и аналитики относительно того, совершит ли Путин февраль 2022 года, что он попробует, что он повторяет. Но многие военные аналитики, тот же Том Купер, он утверждает, что вот это наступление, оно уже идет возле Бахмута, возле Углидара. Только если, возможно, почему-то многие ожидают, что это будет как-то громко Кремлем проанонсировано, то нет. И, кстати, сегодня Нью-Йорк Таймс написала о том, что основная дорога в Бахмут, она оказалась в зоне поражения российских танков и артиллерии. И такие данные озвучили украинские военные, которые вернулись передовой в районе этого города. И сейчас Россия, по утверждению наших военных, которые общались с американскими журналистами, пытается взять Бахмут за счет большего количества мобилизованных и наемников. Ну, я соглашусь с Томом Купером, что наступление уже началось. И оно действительно идет. Кстати, Путин, на мой взгляд, не будет. Помните, мы в апреле прошлого года ждали с вами, так называемый, ну, начало этой эпической битвы за Донбасс, да? А в результате они растянули его во времени, и оно прошло вообще не анонсировано. Почему? Потому что... И сейчас не будет анонсировано никакого наступления. Нет, оно просто будет осуществляться силами армии российской, оккупационной. Почему? Потому что анонсируя, Путин идет на огромные риски. А если наступление провалится, тогда что? Огромные имиджевые потери, опять проигрыш, опять уговаривать население и обещать им какие-то непонятные эфемерные победы? Нет, он не будет, на мой взгляд. И действительно, они, скорее всего, будут постепенно наращивать. И вот начиная от Сиверска до Углидара, вот я бы сказал, вот на этой дуге мы будем наблюдать в ближайшее время все больше и больше наращивания усилий в плане наступательных действий со стороны России. Они сейчас вот этим прорывом, кстати, южнее Бахмута, они на Ивановское, они пытаются взять в полукольцо Бахмут. И несмотря на то, что сам город укреплен, и там они очень медленно двигаются. Да, они двигаются, но очень медленно, там дом за домом они продвигаются. Даже нельзя сказать, что там квартал за кварталом. Нет, там очень маленькие темпы их продвижения. Но вот этот вот заход с юга и охват с юго-запада Бахмута может вынудить нас отойти. Ну, так как это было и раньше в других вариантах. Но я вам скажу, что если они выходят на этот рубеж, если Бахмут оставляется, то это только придаст силы, силы духа, моральной поддержки и эйфории победобесия. Которая повлечет за собой усиление наступательных действий российской армии. Чтобы было такое внятное понимание ситуации у наших зрителей и слушателей, Бахмут имеет куда большее стратегическое значение, чем тот же Солидар. Ну, Солидар, будем так говорить, это этап. А Бахмут это, в принципе, ну да, довольно, я бы сказал, что оперативное значение он, конечно же, имеет. После Бахмута это фактически выход на оперативный простор. Дальше остается только славянский Краматорск. Самая большая, кстати, агломерация, которая до сих пор находится не оккупирована российскими войсками. Вот это, будем так говорить, это довольно большая угроза, потому что в чистом поле держать оборону намного тяжелее. В Бахмуте мы можем, видите, как он стоит, и Абдеевка держится, и Маренко держится, и Бахмут держится. Но с Солидаром там, кстати, как рассказывают наши военные, они там опять же, как в Лисичанске, применили хитрость. Они обманным маневром практически обманули наши войска, и им удалось зайти в город. Вот там тоже, как бы, ситуация такая неоднозначная. Сам город можно было держать, и там он был довольно хорошо укреплен. Но пока вот ситуация такая, очень критическая, но посмотрим, насколько нам удастся удержать этот рубеж. То есть, Олег Владимирович, резюмирую, несмотря на то, что Путин сейчас уже бросает масштабные силы на восток, вооруженным силам Украины пока удается отбивать и пресекать вот эти атаки противника. Да, мы сдерживаем. Вот самое главное, что мы выполняем основную задачу. Мы сдерживаем натиск российских оккупационных войск. Да, у нас опять это идет за счет потери территории, но, тем не менее, мы наносим максимальное поражение и практически выматываем. На сегодняшний день Россия вынуждена постоянно проводить перегруппировку и постоянно стягивать туда резервы. Ну, кстати, можно привести по некоторым слухам из Кремля, можно так сказать, точнее даже не из Кремля, а из Генштаба России. У Герасимова есть конфликт уже с командующим ВДВ России, потому что Герасимов делает упор, ему нужны боеспособные части. С уходом ЧВК, те, кто без баши нашел в атаку, самыми боеспособными оказались десантники. Почему у них там еще говорят 30, около 30-40% кадрового состава, остальное, правда, остальное уже мобилизовано. Но, тем не менее, они самые боеспособные сейчас на этих участках. И Герасимов бросает, как обычную пехоту, на прорыв для того, чтобы продавить нашу оборону, именно продавить нашу оборону. Да, ценой потери, он не считается с потерями. А вот командующий ВДВ понимает, что это, в принципе, они гробят этот десант, потому что он используется не по назначению. Ну, и вот слухи говорят о том, что у них на этой почве конфликт. Использование десанта не по назначению. Скажите, пожалуйста, вот по поводу Герасимова, после его назначения руководителем российской группировки оккупационных войск в Украине, что-то поменялось в стилистике, в действиях, в подходах российской армии? Да, они вернулись к старой советской тактике лобового удара. И они просто давят, смотрите, что они делают, они давят на всех направлениях с сумасшедшим усилием. И если где-то начинает проседать оборона, они туда кидают дополнительные части и начинают усиливать давление. А вот, в принципе, они идут по принципу, ну, я бы, наверное, так сказал, они идут по принципу бульдозера. И если грунт поддается, то бульдозер что делает? Усиливает свой нажим. Точно так же действует российская армия. Ну, это, в принципе, стиль Герасимова. Он так делал и в Грузии. Поддерживает они, они стараются поддерживать огнем авиации и артиллерии. С артиллерией, конечно же, у них получается, потому что преимущество до сих пор есть. В артиллерии-то надо признать со стороны российских войск. А вот в авиации оно не совсем получается, потому как мы довольно хорошо прорежаем ряды российской авиации в плане как уничтожения вертолетов в огневой поддержке, так и штурмовиков над линией фронта. Олег Владимирович, вот по поводу заявления Резникова, если он сегодня говорит о том, что Россия мобилизовала полмиллиона солдат и готовится пойти в наступление с двух вероятных направлений, напомню, это, по словам Резникова, может быть Донбасс, а может быть и юг, кто, я знаете, не поленился и поискал, что говорил Резников, министр обороны Украины, накануне 24 февраля минувшего года, это рубрика «Рукописи не горят». Так вот, 20 февраля он сказал, что Россия не сформировала ударных группировок возле Украины. По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована, поэтому говорить о том, что завтра, послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет, сказал Резников 20 февраля 2022 года за 4 дня до полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Скажите, пожалуйста, какие выводы следует сделать? Ну, я скажу так, что выводы, ну, Резников, министр обороны, это политическая фигура. Естественно, все его заявления имеют политический подтекст. И, на мой взгляд, он в феврале прошлого года не мог сказать по-другому, потому что перед этим президент сказал, что никакой войны не будет и готовимся к шашлыкам, к майским шашлыкам. В моей позиции придерживался только Буданов, получается. Ну, в принципе, да. Ну, разведка, как всегда, все знает. Ну, честно говоря, я вам скажу, что я видел, что войска есть. Мы знали, какая цифра. Ну, правда, цифра колебалась от 125 до 175 тысяч. Но было понятно, что это, с точки зрения логики, было понятно, что этого недостаточно для того, чтобы проводить операцию по захвату территории Украины. Ну, даже правобережной, даже юго-восточной. Но, тем не менее, они, а они, видите, ну, мысли же не прочитаешь на расстоянии. А они рассчитывали на Блицкрик. И поэтому считали, что такое количество войск им вполне достаточно. И поэтому оно состоялось. Ну, а сейчас то, что Резников опять же говорит, что существует угроза. Я бы, как и в прошлый раз, теперь уже, как говорят, обжегся на молоке, дуешь на воду. Так вот, я бы в этот раз все равно бы опирался на данные разведки. Разведка говорит, что нет сегодня наступательной группировки на территории Белоруссии, которая могла бы, допустим, вторгнуться с севера. Если мы говорим о юге, так дело в том, что Херсонская и Запорожская области, да, накачиваются войсками. Это надо отметить. Но на сегодняшний день Россия пытается выстроить глубоко эшелонированную оборону. Она делает в Токмаке, в Мелитополе, в Бердянске, в районе Мариуполя. Они роют окопы. Они готовят глубоко эшелонированную оборону. Они создают очаги обороны, опорные очаги. И они создают укрепрайон в глубине. Но пока накопление войск при фронтовой зоне мы не наблюдаем. Это говорит о том, что завтра наступления точно не будет. Через какое-то время, если они начнут стягивать войска к линии фронта, да, мы можем говорить о том, что они готовят наступательную группировку. Но пока они готовят оборону в южном направлении. Правильно ли я понимаю логику возможных и вероятных событий, что сначала нам нужно будет отражать атаку российских войск, а потом уже думать, и не только думать, а совершать контрнаступление или же наступление в ближайшие недели, в ближайшие месяцы? Ну, давайте немножко поднимем планку и масштаб увеличим. Дело в том, что нам не отражать атаку, нам надо будет провести оборонительную операцию. Причем как минимум в оперативном масштабе. То есть на одном оперативном направлении. А может быть и на двух. Потому что отвлекающий удар должен быть. Поэтому наша первая задача, и я так вижу, что к этому готовится генеральный штаб, это успешное проведение оборонительной операции. И от исхода этой оборонительной операции будет зависеть переход в контрнаступление. Либо к контрнаступательным действиям, либо к контрнаступлению. Но в самом худшем варианте нам после этой оборонительной операции надо будет переходить еще к более глухой обороне, если, допустим, мы не достигнем цели. А главная цель этой операции будет, это изматывание противника и нанесение ему максимального ущерба. Чтобы у Путина не было вот этот промежуток, если он, допустим, начинает в феврале, то чтобы до апреля месяца у него не было промежутка времени, чтобы подтянуть вот эти 250 тысяч, которые он может собрать за это время. В этой связи что получается? То, что прогноз Кирилла Буданова, датированный осенью минувшего года, о том, что к лету 2023 года война закончится, он уже не актуален? Я думаю, что да, я думаю, что он не актуален. Дай бог, чтобы мы к лету 2023 года, судя по складывающейся ситуации, дай бог, чтобы мы к лету 2023 года перешли к контрнаступательным операциям, к проведению. Поэтому, видите, все, опять же, все упирается в поставки вооружения. Ну, об этом мы с вами будем более определены. Но в этом плане, да, время идет, и мы его во многих вопросах, мы его упускаем. Не по нашей вине, но мы вынуждены его упускать. Олег Владимирович, Путин заявил, если я не ошибаюсь, вчера, у него очередная цель объяснения вот этой так называемой специальной военной операции. Он сказал, что необходимо ликвидировать обстрелы Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей. Вот что это может значить, учитывая то, что такое заявление Путина, оно прозвучало в канун годовщины войны, когда, ну, полным ходом, будем говорить откровенно, обстреливается и там Белгородская область, что-то там случается, и Брянская, и в Курск приходит вот это обовольно. Да, и на территории Крыма уже с августа месяца не все так спокойно. Ну, я думаю, что, смотрите, дело в том, что вот эти взрывы на территории России, Курская, Брянская, там Белгородская, Ростовская область, ну, кстати, в Ростовской меньше всего, вот эти взрывы на территории России, они очень сильно раздражают общество российское, и особенно в этих приграничных областях, и поэтому Путину надо, он же гарант, он же говорил, что все идет по плану, поэтому ему надо поставить задачи для того, чтобы как-то, как-то это предотвратить. Вот. Ну, а Крым, это Украина, и об этом, как бы, говорят все страны мира, и он даже об этом говорит. И поэтому тут, а для Путина Крым, это скрепа, священная скрепа. Он на этом, на захвате Крыма, он построил свою, всю идеологию этой войны, вот, что якобы он возвращает исконные земли, что российские, вот. Поэтому, но здесь для него будет задача, мне кажется, невыполнимая. Вот то, что мы по Крыму наносим удары, как бы, это мы не скрываем, наша территория, и тут наши партнеры поддерживают. И что такое предотвратить? Это значит, допустим, наносить упреждающие удары по нашим огневым средствам, которые достают по территории Крыма. А на сегодняшний день мы знаем, что возможности Российской Федерации, они с каждым днем уменьшаются. С каждой выпущенной ракетой по территории Украины возможности России уменьшаются. Да, у них еще ракеты есть, да, они могут наносить нам ракетные удары, но их количество и, соответственно, их эффективность становятся все меньше и меньше. Интересны эти слова Путина. Трактуют институт изучения войны, американские аналитики говорят о том, что Россия готовит рейды через украинскую границу на севере, и полагают, что таким образом создаются условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах. Не, ну это понятно, они могут попытаться, кстати, не проведением какой-то крупной операции, чтобы не собирать большую группировку. Они могут на уровне диверсионно-разведанных групп постараться создать вооруженные провокации на государственной границе. С целью для того, чтобы, опять же, первое, напугать наших партнеров, чтобы прекратились поставки, даже хотя бы временно, на период там нестабильности, допустим. Ну и второе, сковать наши резервы, чтобы мы не могли переврасывать их на восток. Вот это две таких основных задачи, которые могут постараться решить российские войска. Но на сегодняшний день, как бы, ну это же надо туда бросать силы специальных операций, либо хотя бы туда надо бросать десантные части. Они больше приспособлены к таким боевым действиям. А мы видим, что все, что осталось от российского десанта, сегодня находится на востоке Украины. И там на них делают основной упор, как на основную, на самую боеспособную часть российского войска на нашей территории. Поэтому тут, ну, с одной стороны, нельзя снимать угрозу, а с другой стороны, пока что она на сегодняшний день, я бы сказал, маловероятна. Но эту задачу Путин же поставил перед Шойгу, ликвидировать возможность обстрела в российской территории. Не, но ликвидирование обстрелов, это немножко другая. Почему? Потому что здесь надо смотреть на средства, которыми эта территория обстреливается. И, соответственно, надо уничтожать источники, надо уничтожать огневые средства. Они не всегда находятся на линии фронта. Они иногда находятся в глубине. Опять же, это проникновением ДРГ, такого не добьешься. С одной стороны. С другой стороны, надо что? Авиация сюда не залетает. Мы, слава богу, от авиации российское небо закрыли. Остается только один способ, это ракеты. Ну, а ракету что же не пустишь в белый свет, как в копеечку? Надо же знать позиции. Сегодня война маневренная. Сегодня нету стационарных позиций, в которые можно долбать, пока не раздолбаешь. Сегодня все... Вот они даже... Сколько раз самолет-разведчик поднимался, когда мы объявляем масштабную тревогу. Они каждый раз стрессовывают позиции наших ПВО и ПРО. И каждый раз они новые. Вот в этом как бы оно преимущество. И поэтому оставить задачи, конечно, выйти, сказать, что... Как он там в марте прошлого года приказывает перевести силы, ядерные силы в особый режим дежурства. Приказывает что-то там выполнить Шойгу. Ну, говорят даже, кстати... И сразу перед глазами унылое лицо Шойгу Герасимова. Да, и унылое лицо Герасимова сразу говорит о понимании или восприятии этого приказа со стороны Путина. Он даже глазом не повел. Сидел, видимо, с осознанием того, что... Либо он не понимает, о чем говорят, либо он поднимает о том, что эта миссия невыполнима. Вот. Поэтому я думаю, что здесь Путин ничего не сможет сделать. И, кстати, вот помните этот демарш с расстановкой систем ПВО на крышах в Москве и прочее? Ну, во-первых, выяснилось... Разведка посмотрела места расположения, выяснилось, что Путин не москвичей защищал, а себя. Все резиденции прикрыты... Начиная от Кремля, заканчивая там его навалдаем даже в резиденцию, говорят, прикрыли. Он прикрыл себя. Это раз. И второе, это говорит о том, что он очень сильно боится, что если в Москве прилетит какой-нибудь беспилотник и упадет, и взорвется, то это будет еще один имиджевое поражение России в этой войне. Причем внутреннее поражение. Не на внешнем политическом поприще, а именно внутри. Электорат будет в шоке. Если в Москве прилетит беспилотник и бахнет где-нибудь в любом районе Москвы. Олег Владимирович, откровенно говоря, как-то слабо верится в то, что резиденции Путина, они ранее не были защищены теми же системами ПВО. Я не думаю, что они были... Смотрите, что они сделали. Дело в том, что, на мой взгляд, Россия никогда не предполагала, что будут вестись боевые действия в воздушном пространстве Российской Федерации. И на сегодняшний день у них система ПВО старая, советская. Они могли ее модернизировать в плане замены, технической замены какой-то или улучшения. Но они никогда не полагались. А когда они поняли, что она реально не работает, реально, потому что Бавовна в Энгельсе, Бавовна в Рязани, в Курской области, они поняли, что эта система неэффективна на сегодняшний день. Поэтому они кинулись усиливать ее теми средствами, которые есть. Посмотрите, что они применяют. Они ставят там С-300. Кстати, не С-300, а С-400. Дивизион в Москву зашел. И ставят Панцирь-1С. Вокруг Москвы они поставили ТОР-2М, модернизированные. Опять же, самое новое, что у них есть. И поставили на подступах в районе аэродрома этого военного, поставили БУК-1М-2. Ну вот последнюю модификацию БУК. То есть они быстро усилили эту систему самыми новыми разработками, которые есть на сегодняшний день. Они поняли, что доверять старой советской системе нельзя. Ну, учитывая то, что происходило и не раз с аэродромом Энгельс, какие-то определенные выводы были сделаны. Да, ну, к сожалению, к величайшему сожалению, как бы мы ни глумились и не смеялись над российской армией, но российское командование способно к обучению. Они выводы делают и учатся. Что очень для нас не совсем хорошо. Судя по тем шагам или тем мерам, которые они предпринимают после очередных провалов на поле боя. А насколько хорошо мы, наша украинская армия, учатся на своих же ошибках? Ну вот у нас тоже есть такие проколы. Видите, мы, я так понимаю, что мы сейчас упустили время в плане создания резервной армии. И наша регулярная армия подустала, ее надо проводить ротацию. И поэтому мы сейчас схватили, что надо резерв. Где резерв? Вот это, я считаю, упущение большое было сделано. Ну и самое главное, что мы не собирали, не готовили людей, которые могли бы сегодня заменить техники. Да, я согласен, не хватает. Видите, мы ориентировались на поставки техники. Мол, будет техника, будем набирать моб-ресурс, готовить его и пускать в бой. А надо было готовить пехоту. Пехоту потом переучить на другие специальности намного легче. Но когда ты имеешь резерв... А потом уже железо. Да, да, да. Вот в этом плане я считаю, что, ну, может быть, нам удастся сейчас выровнять ситуацию путем наращивания мобилизации. Поэтому, кстати, у нас этот вопрос и решается сейчас так быстро и так резко. Вот, поэтому вот такие, из таких ошибок, которые я вижу. Ну, есть еще, как бы, варианты. Вариант проведения наступательной, контрнаступательной операции в сентябре. Вопрос, видите, с одной стороны, да, хорошо, мы Харьковскую область освободили. А с другой стороны, может, надо было идти на Мариуполь. Выходить на Азовское море. И тогда бы было рассечение группировки российских войск и перерезание коридора сухопутного. А достаточно ли было сил и ресурсов для осуществления? Ну, тут да, тут это как бы вопрос, который мы, наверное, узнаем после войны, когда генералы начнут писать мемуары и излагать в них свою точку зрения. Но, тем не менее, я думаю, что, я думаю, что все равно, понимаете, вопрос не снялся с повестки дня в плане того, что успех операции, контрнаступательной операции во многом будет зависеть от направления главного удара. И сегодня, допустим, идти на Донецк-Луганск в лоб, я бы сказал, что это проблематично. Очень даже проблематично. Вы же не забывайте, что Донецкая и Луганская области имеют общую границу с Российской Федерацией. Это фактически, там поставки ресурсов будут неисчерпаемы. Вы хотите сказать, что это слишком рискованно? Это тяжело, да. И это сопряжено с определенными рисками неуспеха этой операции. Поэтому, в любом случае, все равно главным, кстати, именно поэтому и Кирилл Буданов, генерал Буданов говорит о том, что Крым может быть раньше начаться, операция по освобождению Крыма может начаться раньше, чем операция по освобождению Донецка. Или там Донбасса, вот так, в комплексе. И Институт изучения войны тоже говорит о том, что южное направление, оно может быть главнее на сегодняшний день, чем восточное направление. Мы, Олег Владимирович, с вами обязательно и о Крыме поговорим, так же, как и о предоставлении военной помощи. Там также есть о чем подискутировать. Я сейчас хотел бы с вами обсудить следующее. Голос Америки, ссылаясь на электронное письмо Госдепа США, направленное Конгрессу, информирует о том, что Россия нарушила договор о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений, ДСНВ, отказавшись разрешить инспекционную деятельность на своей территории. Отказ России содействовать инспекционной деятельности мешает США осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американско-российского контроля над ядерными вооружениями. Вот так вот. А о чем это может свидетельствовать? Ну, это может свидетельствовать о том, что, ну, понятно, что Россия не хочет допускать иностранных военных, тем более те, кто поддерживает Украину как противника в этой войне, не хочет допускать на свою территорию. Это раз. Второе, они пытаются, за счет этого пытаются создать интригу применения и неприменения ядерного вооружения. Ну, а у Соединенных Штатов, кстати, появляется шикарный козырь на основании нарушения международного договора потребовать от Организации Объединенных Наций введение санкций против Российской Федерации. Это, вот это, тут, понимаете, палка же навсегда о двух концах. С одной стороны, Россия тем, что не допускает инспекторов, создает интригу и шантажирует те же Соединенные Штаты и коллективный Запад. А у Запада появляется козырь в том, чтобы заставить ООН рассмотреть вопрос санкций против России в результате нарушения такого, ну, я бы сказал, первостепенного договора, договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это, в принципе, международная ядерная безопасность. И на сегодняшний день еще никто не переписал теорию ядерной войны. Слава Богу, что она еще теория, и, надеюсь, такой останется всегда, что ядерный конфликт может стать последней войной на нашей планете. И цивилизация просто может в результате этого конфликта прекратить свое существование. Поэтому это архиважные задачи. И обе стороны получают... Ну, в любом случае, Россия пытается игнорировать Запад и показывать свою значимость. И таким образом пытается набрать политический вес. Олег Иванович, как по мне, здесь есть несколько моментов. Первый, это политический, что Россия, которая согласна своей пропаганде, путинской идеологии, она воюет не с Украиной, а воюет с коллективным Западом. А олицетворением этого же коллективного Запада являются Соединенные Штаты Америки. Мол, как мы можем допускать на какие-то объекты, и тем более на свою территорию американских инспекторов. И второй момент. Возможно, что-то доготовится. Россия, несмотря на то, что все заявляют, и в том числе на Западе, что очень низкая вероятность использования Путиным ядерного оружия. Но какие планы там и о чем говорят в бункере, мы можем только догадываться. Ну, вы знаете, я скажу так, что да, вполне вероятно, что Россия может рассматривать такой вопрос. И они, кстати, начали там очередную волну шантажа, что они хотят сейчас провести ядерные испытания на новой земле, на своем ядерном полигоне. Хотя есть международная вета на проведение ядерных взрывов. Так что вполне возможно. Но я вам скажу, что больше похоже на пиар-акцию. Дело в том, что в плане пропаганды, в плане шантажа. Почему? Потому что я не думаю, что в Российской Федерации не отдают себе отчет последствий попытки даже применения ядерного оружия, даже тактического ядерного оружия со стороны любых стран. Даже стран, которые сегодня стараются держать нейтральную позицию в отношении нашей войны. Войны России против Украины. Поэтому поссориться со всем миром, я думаю, что Российская Федерация вряд ли решится. Но попугать, помахать ядерной дубиной. А, кстати, обратите внимание, они постоянно за нее хватаются, потому что других аргументов-то нет. Других аргументов нет. Но вот давайте вспомним, грязная бомба была, была, месяцы об этом говорили, активно обсуждали, что-то МАГАТЭ изучала. И все, тема стихла, сошла на нет. Но ядерное оружие, я понимаю, что... Давайте вспомним попытка диверсии на Чернобыльской или Запорожской атомной станции. Тоже. Ушла в небытие. Потом был шантаж тем, что нанесем ракетами удар межконтинентальности, МБР, нанесем удар по территории Украины. Тоже сошла на нет. Сегодня, вот видите, сегодня недопуск инспекторов по валификации на основании договора и угроза начать ядерные испытания. То есть, ну, конечно, фантазия, мысль человеческую остановить нельзя, поэтому говорят, глупость бесконечна. Я думаю, что креативщики в России могут выдумать еще новые какие-то варианты угроз. Ну, вот, допустим... А, да, они же даже звучало в Кремле, что если нам дадут западные танки, в частности, Леопард, у Леопарда в боевом... Точнее, Абрамсы. У Абрамса в боевом комплекте есть снаряды со сердечником, в котором применяются бронебойные, в котором объединенный уран, и они сказали, что это будет приравнено к тому, что на поле боя будет применено тактическое ядерное оружие, поэтому Россия оставляет за собой право типа применения его в ответ. Но благо нашлись умные люди, физики, которые объяснили, что в обедненном ураме нет радиоактивных веществ. Да, хорошо, что нашлись профессионалы. Олег Владимирович, раз мы уже затронули эту тему с возможным применением Путина ядерного оружия, а куда он, собственно, может его направить? Все зависит от масштабов. Если тактическое, то где угодно. Вот. Если, если что-то посерьезней, то тогда давайте вернемся к версии, которая звучала в первые месяцы войны, когда первые итоги упоминания были применит, не применит, разговоры точнее, рассматривался такой вариант, что Путин может, Россия может нанести удар по какому-нибудь удаленному объекту НАТО, ну, допустим, в акватории Мирового океана. Вот. На каком-нибудь базе, на каком-нибудь острове в удалении от большой цивилизации. Вот такой может быть вариант. Но, опять же, я все равно склоняюсь к тому, что это скорее из области фантастики. Это в плане того, что перевести войну в ядерный апокалипсис и создать мировой прецедент применения ядерного оружия, я думаю, против такого будут все страны мира. Все. Почему? Потому что тогда ядерное оружие перестанет быть фактором сдерживания. Тогда ядерное оружие станет фактором нападения, станет оружием, которое применяется в войне. И не факт, что какие-либо... А у нас сегодня, смотрите, уровень даже террористических организаций возрос до того, что есть угроза, и об этом очень часто говорят, что есть угроза создания той же грязной бомбы террористами, международными террористами. Ани Рабен сейчас может быть постоянно... Те же сценаристы постоянно пишут сценарии блокбастеров, где крадут ядерный заряд. Понимаете? То есть, ну, мы, правда, конечно, это опять же мы углубляемся в область, я надеюсь, фантастики, она останется фантастикой, но тем не менее. Прецедент. Я не думаю, что страны мира готовы сегодня, чтобы Россия создала прецедент с применением ядерного оружия в вооруженном конфликте между... А если прецедент будет создан, что тогда с Путиным, что с Россией, каким может быть ответ того же коллективного Запада? Там определенные планы летом прошлого года, если я не ошибаюсь, Бен Ходжес озвучивал относительно уничтожения Черноморского флота, который там отправится вслед за русским... Не-не, там берите выше. Кстати, было заявление в Британии и США, и там Бен Ходжес и Черноморский флот, он озвучил это как самое такое лояльное. А там было заявление о том, что будет нанесен ответный удар тоже, возможно, ну правда, конвенциальным оружием под центром принятия решений. То есть, они поставили жизнь Путина в прямую зависимость. Если ты применяешь ядерное оружие, даже тактическое, мы тебя просто ликвидируем, как это было там с Усамой и Бен Ладеном там в прямом эфире вообще. И, кстати, американцы тогда показали, что, напомнили, что тамагавки очень хорошо умеют с бетонобойной головной частью, противобункерной головной частью, очень хорошо умеют пробивать глубины, скрывать точнее и выворачивать наизнанку глубинные бункеры, построенные там даже где-то в глубине территории России. Поэтому тут, на мой взгляд, прямая зависимость. А Путин на сегодняшний день ну никак не проявляет это самое, точнее, не похож на человека, который, как он говорил, все сдохнут там и в рай, который сегодня готов отправиться в рай. Я не думаю, что он там сидит и разрабатывает, точнее, и корректирует сценарий собственных похорон. Нет. Он еще надеется поправить этим миром и поэтому я думаю, что вряд ли эта война выйдет из рамок конвенциального оружия. Он, скорее всего, слишком любит себя и себя в этом мире. Олег Владимирович, идем дальше. В пятницу, то есть завтра, ожидается, что Белый дом, Пентагон могут объявить новый пакет американской военной помощи Украине, который впервые может содержать дальнобойные снаряды, дальность которых составляет 150 километров. GLSDB аббревиатура название боеприпасов, что это за ракеты? Расскажите о них поподробнее. Это не ракеты, это боеприпасы для реактивных систем залпового огня. Они применяются к системам таким, как Хаймерс и их аналогами. То есть, тот же калибр 227 миллиметров, но они основываются на авиационных бомбах, которые делаются в виде реактивных, дооборудоваются как реактивный снаряд, и у них они могут планировать на вот такую дальность. Дальность там, кстати, в ТТХ написано 94 мили. Поэтому, если милю перевести в километры, то получается там 150 с хвостиком километров. Но, правда, надо знать, какую милю они берут, потому что только в США три сухопутных милей, они там отличаются на несколько десятков метров. Морская миля там вообще совсем другая. Так что вот такие планирующие, ну их еще называют планирующие бомбы, да, они относятся к высокоточному оружию, и да, они имеют такую дальность. Тогда, если они действительно попадают в пакет помощи, то фактически мы выходим своим огневым контролем на государственную границу между Украиной и Россией по всей протяженности оккупированной территории. И Крым практически, ну Крым правда там с выходом на Азовское побережье, мы тогда полностью покрываем полуостров этими ракетами. Ну, во всяком случае не может не полностью полуостров, он там под 200 километров, но Крымский мост будет под нашим огневым контролем с Азовского побережья. Ну, что тоже очень и очень... В любом случае, смотрите, в любом случае наличие таких боеприпасов для наших РСЗО они могут кардинально поменять ход боевых действий. Почему? Потому что у нас будет возможность рушить логистику. Понимаете? То есть все входные пути в Украину мы можем контролировать огневым контролем, брать под огневой контроль. Железнодорожные ветки, а их там всего, по-моему, пять на оккупированной части территории, мостовые переходы, транспортные развязки, все, все, что угодно. А также можно то, что уже накопила Российская Федерация. Ведь они же тоже, опять же, мы возвращаемся к вопросу, что Россия учится, как бы нам это не звучало обидно, но они учатся. И на сегодняшний день все основные ресурсы находятся на удалении где-то порядка 70-80 километров от линии фронта. Так, чтобы Хаймарс животворящий не доставал до этих резервов. То есть, это дополнительное опровержение слов Коношенкова, который утверждал, что там вот эти все комплексы Хаймарс, они уничтожены, хотя он недавно заявлял о том, что российская армия и Брэдли успела уничтожить, несмотря на то, что там 60 единиц, они только находятся на пути в Украину. Но тут еще, Олег Владимирович, вопрос, мы же не знаем, какое количество предоставят этих нам боеприпасов. Ну, да, к сожалению, цифра не оглашается. Ну, я думаю, что в любом случае это будут не десятки, это будут сотни, а может быть и тысячи боеприпасов. Ну, если нам даже такие вещи, как эскалибур, снаряд 155 высокоточный, на 75 километров он летит, дают там в количестве 500, там, тысяча штук, то я думаю, что и плюс нам же высокоточные боеприпасы к Хаймарс тоже дают в довольно больших количествах. Так что я думаю, что вполне может быть, что эти боеприпасы будут исчисляться сотнями, а может быть и тысячами. А на ваш взгляд, наскільки на часе аудит, вот эта миссия американских представителей, которые будут проверять эффективность использования военной помощи, также я встречал публикацию, если я не ошибаюсь, Вашингтон пост описало о том, что Украина должна чуть ли не отчитываться за то, как она использует американскую военную помощь в общем и в целом. Ну, я считаю это абсолютно правильным, и это надо было делать с первого дня. Почему? Потому что одно другому не мешает. Война аудит, войне и война аудиту это два параллельных процесса, которые не влияют один на другой. Если нет никаких нарушений и коррупционных схем. Приехали аудиторы, посмотрели документацию, проверили движение материальных средств, финансовых средств, написали отчет и сидят, дальше наблюдают, мониторят проведение. Я так понимаю, миссия будет теперь постоянно, она будет мониторинговая, это миссия аудиторская. поэтому надо было, потому что допустим это с учетом наших реалий. Мы же понимаем, что у нас есть коррупционная составляющая в нашей стране, к сожалению, довольно присутствует и она довольно большая. Поэтому я отношусь абсолютно позитивно и не вижу никаких проблем, никаких препятствий в том плане, что тем более это же деньги американских налогоплательщиков и американцы это бюджетные средства и американцы имеют полное право проконтролировать их целевое использование. Как говорят, кто платит, тот девушку и танцует. Алина Ильич, а по поводу боеприпасов мы с вами проговорили, а вот еще дискуссия, которая она уже который день, которую неделю разворачивается вокруг предоставления истребителей F-16, есть информация о том, что Соединенные Штаты Америки не будут блокировать поставки F-16 странами союзниками, если они примут все же такое решение. Какой вам видится перспектива по поводу этих истребителей? Ну, смотрите, я думаю, что на мой взгляд и Соединенные Штаты тоже дадут. Там вот это скандал по поводу того, что Байден сказал нет, даже американские журналисты высказывают версию, что он вообще мог не услышать, вопросов в той обстановке, в которой ему его задавали. Он там даже наклонился, пытался что-то разобрать. Ответил, пошел дальше. и пошел дальше. Это раз. Тем более, что потом, по-моему, Кирби разъяснение давал, говорил, что мы сейчас поставляем сухопутное вооружение, когда настанет время, тогда будем обсуждать авиационное вооружение. Я думаю, что и тут, смотрите, F-16 самый распространенный самолет. По-моему, больше, чем F-16 я не назову модели на вскидку, которая бы выпускалась в таких количествах. Более 40 стран имеют его на вооружении на сегодняшний день. Есть там куча модификаций. И США в этом случае играет такую же роль, как играла Германия в «Леопард-2» в истории с «Леопардами». Соединенные Штаты должны дать согласие, добро на то, чтобы этот самолет был передан вооруженным силам Украины. Все, страна, имея и получив согласие страны правообладателя, а это США, любая страна может передать нам любое количество этих истребителей. Поэтому вопрос, это просто вопрос времени. Я не знаю, может быть, конечно, кому-то хочется очень еще похайповать на этом вопросе, у нас всегда, когда поднимается тема, сначала идет такой, не побоюсь этого слова, срач, дадим, не дадим. В конечном итоге собираются те люди, которые реально принимают решение, и это решение принимается. Вот если с «Леопардами» была проблема, так там даже с задержкой решения было принято на два дня, потому что Олаху Шольцу, видимо, ему надо было на себе прочувствовать все давление со стороны партнеров, для того, чтобы окончательно понять, что один против всех не получится. А здесь еще, смотрите, что усиляет оптимизм по поводу того, что дадут эти самолеты. То, что передача нам танков западного образца, она качественно или кардинально меняет содержание поставок. если раньше мы получали там танки, артиллерия, она, я не беру в расчет западную артиллерию, почему? Потому что артиллерия это такой род войск, который действует немного автономно, она не находится на переднем крае, она находится в глубине, достать ее не так-то просто. И она, да, она поддерживает общевойсковые подразделения, но все равно она не на острие атаки. Танки, БМП, они на острие атаки, они в боевых порядках. Ну и теперь подумайте, Запад дает нам абрамсы и дает нам леопарды, для чего? Для того, чтобы они в первом бою были сожжены российскими войсками? А Россия, кстати, уже там пресс-курант объявила, там миллионы рублей 5 миллионов за танк или за БМП, 10 миллионов за танк, что-то такое. Вот. То есть уже пресс-курант объявлен. И вы хотите, чтобы просто в первом же бою они сожгли все, что будет на поле боя? Нет. Я думаю, что Запад к этому не готов. Это точно так же, как это было с системами ПВО. Помните, что мы говорили, что как вы думаете, если Запад дает нам, допустим, трансформаторы, там оборудование для нашей энергетики, плюс дает там оборужие боеприпасов, и он это не защитит, и это будет все уничтожено очередным массированным ракетным ударом. Что произошло? Запад дал системы ПВО, системы ПВО. И этот, как бы, когда вагончик тронулся с горки, он начал набирать обороты. То есть стали присоединяться страны, и количество систем резко возросло. То же самое будет и здесь. Выпустить на поле боя современные танки и прикрыть их с воздуха, ну, я думаю, что вряд ли, вряд ли Запад на это пойду. Смысл тогда давать нам эти танки, чтобы они сгорели в первом же бою. Поэтому вопрос самолетов будет решен, будет решен, или их, скорее всего, будет решен на следующем Ронштайне, а до него осталось две недели, 14-го числа в Брюсселе, символично так, в штаб-квартире НАТО будет проводиться, и там же будет проводиться саммит на уровне министров обороны НАТО, по, я так понимаю, опять же, по вопросам безопасности самого НАТО. А это говорит о том, что будет обсуждать, сколько можно оружия еще выделить Украине, и у кого есть такие запасы, чтобы выделить необходимое количество оружия Украине. Просто, вот, скорее всего, ну, на мой взгляд, такая повестка может быть актуальна. Вот. И там же будет принято решение, и, допустим, самолеты могут прибыть в Украину уже в марте, к апрелю, допустим, к апрелю месяцу. А если мы, а если мы еще отмотаем назад, но уже неоднократно это с вами вспоминали, что первые сюжеты о том, что наши летчики учатся в США появились на американском телевидении, появились конец мая, начало июня. То есть, как раз от 6 до 11 месяцев переподготовка летчика, переподготовка опытного летчика на новую машину, как раз мы получаем в марте, апрель месяц. Так что, вот вам вполне логическая цепочка, и я думаю, что она именно таким образом будет сделана. И, скорее всего, это будет действительно F-16. Почему? Потому что он универсальный, он многоцелевой самолет, и он на сегодняшний день три в одно. Это истребитель-перехватчик. Кстати, он же работает в паре с комплексами про типа Patriot и сам P-T. Он может засекать ракеты, наводить про, а может сам идти на перехват, когда работает в спарринге с этими комплексами. То есть, еще один аргумент в том, что F-16 могут появиться. То есть, истребитель-перехватчик, он может выполнять функцию бомбардировщика, и он может выполнять функцию штурмовика. У него есть набор вооружений класса воздух-земля. Вот вам универсальная машина вполне приемлемая для Украины и для того, чтобы защитить те, прикрыть те вооружения, которые нам будет поставлять западная коалиция. Олег Владимирович, вы говорите относительно истребителей, что их нам могут предоставить в марте-апреле. А вот по поводу танков, какие ранее были озвучены сроки? Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, говорил, что челленджеры могут предоставить вооруженным силам Украины в конце мая начало лета этого года. По поводу Абрамса в американская пресса писала, что чуть ли не в конце 2023-го, в начале 2024-го. Брэдли, мы с вами уже сегодня вспоминали, что 60 единиц уже находятся в пути и скоро их уже предоставят. Я думаю, что вы очень часто являетесь свидетелем вот этих разговоров, я бы даже сказал, возможно даже кухонных разговоров, что Запад нам недостаточно помогает, а почему так мало, а почему так медленно, а почему всего лишь 30 леопардов. Очень часто звучит это недовольство и со стороны простых украинцев, и вот политики даже высокого уровня, которые олицетворяют военно-политическое руководство, они об этом говорят, что нужно больше, нужно быстрее. Тут же Зеленский, например, Абрамс, если вы нам дадите эти танки в конце августа, будет слишком поздно. Вы знаете, тут надо, тут очень тяжело ориентироваться, но я скажу так, что та часть политикума, которая в курсе, она может это говорить специально. То есть, это может быть и псок. Та часть политикума, которые не в курсе, они просто говорят, потому что хотят об этом говорить. Это насущная тема, которая волнует все общество. Что касается стран-поставщиков, то даже в самих странах, вот на примере Англии, Великобритании, одни источники говорят, что в марте, другие в апреле и в мае. Вот я слышал три источника, точнее, читал три источника, которые дают три разных даты. Когда реально приедут челленджеры, я думаю, что не знает никто. А потом может произойти такая вещь, как вот произошла вчера. Вы знаете, что вчера транспортное командование Соединенных Штатов сделало заявление, что Брэдли уже в Украине. Первые машины уже в Украине. Вчера было... Так это транспортное... Это те, кто их перевозит. Понимаете? То же самое будет с танками. Мы с вами не узнаем никогда точной даты и точного маршрута, где и сколько будет перевозиться танков. Правильно. Но судя по тому, что Германия дает 78 тягачей под тяжелую технику с полуприцепами, говорит о том, что грядут очень большие перевозки. Очень большие. И причем тягачи идут уже в Украину. Это значит, что перевозки уже начнутся сейчас. Поэтому, конечно же, мы будем с вами переживать, конечно, мы будем обсуждать март, апрель, май, июнь, август и все остальное. Но я думаю, что есть четкий план, четкое понимание. Почему? Потому что этим занимаются в основном военные. Военные не могут по принципу ну как получится, так и как будем наступать. Ну, пойдем бардачком, а дальше как получится. Как в старом анекдоте. Поэтому я думаю, что там все четко распланированное. И наш генеральный штаб прекрасно знает, где и когда и сколько и каких танков они получат в распоряжении вооруженных сил Украины. По поводу количества, Олег Владимирович, то, что озвучил на днях министр на сторонах дел Дмитрий Кулебов, что в первой волне поставок украинская армия получит от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Речь идет о Леопардах, Челленджер и Абрамс. Ну, а мы помним тот, откровенно говоря, скромный запрос, озвученный Валерием Залужным, в 300 танков, 600-700 БМП и полтысячи гаубиц. Ну, я вам скажу, что, смотрите, 120-140 и прибавьте сюда еще 134 танка советского образца, которые вошли в пакет помощи, оглашенный на Рамштайне восьмом. Вот вам почти 300 машин, еще сюда 30 колесных французских. Вот вам 300 танков. Кто-то там даже, по-моему, кто-то из Дип-корпуса, ну, правда, посол, я думаю, что это его или непонятно, почему у нас, ну, у нас, видимо, плюрализм мнений, как когда-то в Советском Союзе при Горбачеве, когда, да, посол во Франции, по-моему, посчитал, что общей сложности должны дать 321 танк. Я очень сомневаюсь в этой цифре, почему? Потому что буквально еще позавчера я видел таблицу, в которой 6 или 7 стран еще не определились с количеством. Если они определились с типом, что это будет да, Леопард 2, они не определились какая версия, это 4 или 6 или 5, потому что разные страны разные версии танков передают нам. Но они главное, они не определились с количеством. Но я скажу так, что костяк вот этот там, ну, в среднем 130 танков западного образца и 130 танков советского образца модернизированных. Я думаю, что 260 это гарантированная цифра, которую мы получим, ну, наверное, в ближайший месяц-два. Так, 260 гарантированно. Хорошо. Олег Ильич, подходя уже к завершению нашей с вами программы, так как мы обещали поговорить с зрителем относительно Крыма, есть достаточно много информации для обсуждения. Например, издание Политико написало о том, что украинские силы вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем. Об этом заявили четыре высокопоставленных чиновника Пентагона, выступая в Конгрессе США. И Министерство обороны США не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова. Еще один собеседник, знакомый с докладом, сообщил, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексерную территорию не гарантирована. И также, о чем сообщили источники, что разведданные США часто были ошибочными на протяжении почти годичной войны. То, что у чиновников американских есть сомнения по поводу перспектив возврата Крыма вооруженными силами Украины, это нисколько не удивляет. Удивляет другое, ошибочность разведданных Соединенных Штатов Америки. Я вам скажу так, что ошибочность на разведданных могла быть связана с тем, что в Соединенных Штатах там порядка десятка разведорганов. И у каждого разведоргана есть свои источники и свои средства. И причем у них, и кстати, из-за этого десятка, наверное, только два или три органа разведки, военной разведки, которые государственные. Остальные частные. И вот эта разношерстность, она и могла вызывать ошибочность данных. Но я думаю, что это те данные, которые пускают в утечку. Знаете, у них есть такой вот способ оглашения секретной информации, когда у них, согласно закону, журналисты могут не раскрывать источник. И если надо общество проинформировать, как говорят, если нельзя, но хочется, то можно. Поэтому вот они делают такое заявление, говорят, что на основании по данным нашего источника, высокопоставленного источника в Пентагоне вот такая-такая информация. И пускают эту информацию в общественное обсуждение. Вот, кстати, даже обратите внимание, что институт изучения войны, американский институт изучения войны, на который мы очень часто ссылаемся, они работают на основании данных разведсообщества США. То есть у них даже есть такая организация, как разведсообщество, в которую входят вот эти вот разные частные и государственные разведывательные службы. Поэтому я думаю, что та информация разведывательная, которая ложится на стол первым лицам, допустим, нашему главкому, нашему президенту, она кардинально отличается от того, что мы читаем с вами в газетах. конечно. И поэтому, да, поэтому мы можем и обсуждать и ошибочные, и у нас могут появляться и ошибочные данные, но у военных и у политиков первого ранга у них данные, я думаю, что соответствуют действительности. мы не сидим рядышком через стенку с Уильямом Бернсом, который является директором ЦРУ, поэтому можем оперировать только по да, теми данными, которые оперирует директор ЦРУ, я думаю, что нам даже и не снилось тот объем информации, который у него есть. Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, который постоянно информационно поднимает тему Крыма, он заявил в очередной раз, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, определяющей площадкой в этой войне является Крым, Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока Россия сохраняет Крым. Здесь абсолютно все точно сказано. Крым это ключевое. Если начнется процесс освобождения Крыма, дело в том, что с освобождением Крыма дальнейший смысл войны теряется. И политический, и военный. И само освобождение Крыма может повлечь за собой необратимые политические процессы внутри Российской Федерации. Поэтому это ключевое. И поэтому я вот в начале нашего с вами разговора я и сказал, что даже по мнению некоторых западных экспертов и аналитиков и наших в том числе, Крым может стать более приоритетным в плане освобождения, чем другие территории. Потому что все остальное просто посыпется. Если мы будем успешно освобождать Крым. Так что здесь абсолютно ничего нового, ничего удивительного посмотрим просто как будет расклад на поле боя на момент, когда наши войска будут готовы для, во-первых, отразят на возможное возобновление наступления российских войск, ну и насколько они будут готовы к проведению контрнаступательных операций. И в завершении по поводу Крыма, Олег Владимирович, мы вспоминали действующего руководителя ЦРУ Уильяма Бернса, а вот Дэвид Петреус, бывший руководитель этой организации относительно перспектив Крыма, высказал следующее предположение, что Украина, если получится в весенне-летнем наступлении этого года, разорвет сухопутный мост из самой России в Украину, тогда Россия станет зависеть от моста через Керченский пролив для снабжения самого Крыма, если они смогут снова снести мост или его часть, Россия станет полагаться исключительно на паромы, и тогда нужно будет лишить Россию и этой возможности, все это очень и очень сложное действие, операция, если Украина сможет полностью изолировать Крым, и у нее будут высокоточные боеприпасы с большей дальностью, об этом мы с вами сегодня говорили, она сможет начать обстреливать штабы Черноморского флота, различные авиабазы, различные морские порты и все остальное, а затем в какой-то момент времени либо войти на территорию Крыма, либо совершить какое-то другое действие в другом направлении. Ну, я думаю, что здесь описано именно, знаете, что описано? Тот метод, который мы применили на правом берегу Херсонской области. Планомерное уничтожение группировки, которое привело к ее уходу с этой территории. Здесь, если мы говорим о разрушении паромной переправы и Крымского моста, то тогда это принуждение к сдаче. Так что вполне возможно, а имеется в виду другими направлениями, ну, я думаю, что вряд ли, допустим, удар на востоке Украины, контрудар с нашей стороны, вряд ли приведет к тому, что гарнизон Крыма, ну, я говорю, в общем, если брать полуострова, всего полуострова, группировка 8, гарнизон, неправильно сказал, масштаб другой, группировка войск в Крыму быстро сдастся. Нет. Тут, кстати, ситуация может быть точно такая же, как была в 43-м году, в 42-м точке, под Сталинградом, когда Гитлер говорил Пауэльсу не сдавайтесь, помощь идет, и воздушный мост налаживается, но тот все равно принял решение сдаваться. Вот такой же, да, мы можем такую же ситуацию создать для группировки российских войск в Крыму. Ну что же, Олег Владимирович, будем завершать огромное вам спасибо за этот разговор, интересную беседу. Олег Жданов, военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины запаса, был сегодня вместе с нами на Политека. Благодарю наших зрителей, слушателей, подписчиков за внимание. Все буду Украина и до новых встреч. Обязательно увидимся и услышимся. До свидания.